Продолжение следует... Величественный гигант и могучий древний страж Луны это очень-очень сильный босс. На мой взгляд это вообще самый сложный супер босс во всей серии Final Fantasy. Если взять все части, ни с каким супер боссом я не мучился столько, сколько с ним. Для его победы мне пришлось три раза пройти игру. Вы видите две звездочки внизу. Это означает, что это третье прохождение игры и по сути уже конец. И то вероятность его победы очень сильно зависит от рандома, поскольку если он начнет делать свою кошмарную атаку, которая здесь привредена как божий суд, то если каст будет несколько раз подряд, ну, шансы на победу практически нулевые. Но все-таки есть одна из тактик его победы. Это когда Кейну ставят аугумент за предел, делают на него тьму, потом прыгают и наносят 99999 урона. Да, но других вариантов победы я не видел. И поскольку этот аугумент у меня стоит у Ридии, то сегодня вы увидите несколько другую тактику боя с ним. И я думаю, вам будет интересно эту битву посмотреть, тем более, что так долго к ней шли. Давайте я вам перед ней покажу оснащение героев, что на ком одето. Без комментариев, ребят, просто посмотрите, пожалуйста, какие предметы на ком, какие у кого характеристики. Ну, характеристики еще, понятно, зависят от аугументов, которые стоят на героях. И сразу покажу навыки, которые тоже мы будем использовать. Что у кого... Так, вот, ему нужно поставить еще стойкость вместо ниндзюцу. Вот так. У Розы Амникаст, чтобы ускорение на всех сделать. Сессу будет принимать огонь на себя. И Ридия. По сути, наш основной персонаж, на котором все будет... Победа будет завязана. Еще. Момент. Пришлось потратить тут не одну сотню часов. Нафармить несколько килограммов серебряных яблок. Так. Все для того, чтобы увеличить количество жизни двум персонажам до максимума. Я вам затем покажу, сколько зеленых драконов и других пришлось убить, чтобы этих яблок набить. Так. Подмечемся. Ну что же. В надежде, что рандом будет к нам сегодня благосклонен, мы применяем темную материю. Это предмет, который можно украсть у последнего босса Зеромуса. Она нужна, чтобы инициировать битву с этим... Ну просто монстром. Вы готовы смотреть? Я начинаю. О, этот прекрасный саундтрек. Так, в первую очередь, ребята, Крик. Роза сразу замедляет, его Кейн ослабляет. Так, ты пока сделай защиту. Хотя это и защита, и аура. Они, по сути, бесполезны. Вообще, первая фаза боя, она проходит без особых проблем, но когда у него остается меньше половины жизни, и он начинает делать этот божий суд, то там начинается пекло. Я поставил Сессилу огонь на себя, он должен принимать все атаки. Так, жаль, что у него нету стойкости. Была бы у него стойкость, все было бы гораздо проще. Но, когда я распределял аугменты, я же не знал, что будет такой мега сильный противник здесь. Вообще, если аугменты распределить немножко по-другому, а для этого нужно еще три раза пройти игру, то все будет проще. Так. Вот сейчас пойдет дуалка Астриди. Это основная мощь наша. Видите, у него стоит запредел, она наносит где-то в среднем по 13 тысяч метеором. Но если этот запредел поставить в контратаку кейну, то его прыжок может отнять 99999. Собственно, с помощью этого все и побеждали этого босса. Иначе, в нашем случае, немножко иначе все будет. Так, у него есть предмет такой, мега эликсир. Он есть только у него в игре. Он лечит всех и восстанавливает всем ману. Надо у него его украсть. Как видите, он будет атаковать у нас столько сессила. И нам нужно опасаться контратак другими персонажами. Вероятность контратаки по формуле, по-моему, в 30% составляет. Тоже тут очень-очень все рандомно. Бывает такое, что он контратакует... Ну, там, раз пять подряд. И это фатально, может быть. Так, 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 отлично. Роза походит первая. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что до сейчас ходила Ридия, и он бы контратаковал Роза и Эджли Григо. В таком билде нужно смотреть за уровнем манны Ридии. Вот она сейчас еще раз делает дуалкаст, и надо давать ей эликсир. Так, я думаю, здесь можно сделать удар ногой, и если... Ладно, давайте вот так. Я рискую сейчас, ребята. То есть сейчас будет контратака, и это будет очень плохо. Нет, мне повезло. Рискую почему? Потому что он мог сейчас контратаковать. Роза могла не успеть полечить. Походила бы Ридия еще контратака, и ложатся герои, кроме Сессилы и Ридии. А если они ложатся, то теряют сразу и все вот эти бафы, которые есть на них. Это все не очень хорошо. Так, и сейчас, значит, время делать эликсир. На Ридию. Ридия ждет, поскольку уже на второй каст метеора не хватает. Ай-яй-яй, как я попал подраждачу. Но хорошо, что Сессилы в защите должны выстоять. Девятое измерение. Опять же тут везет, потому что девятое измерение не наносит урона. Оно вообще причиняет смерть. Оно с урона, ну, стоит защита у Сессила. Теперь ждем, пока Роза впервые. Чем риге сделать метеор, делает... Ураю. У меня была такая битва с ними. Одна где-то на сто, что он не сделал ни разу вот эту страшную атаку, боже, суд. Такое крайне редко может быть, друзья. Так, Ким, я думаю, может прыгать. Заметили, что у меня у Сессила нету команды атака, я не могу им атаковать. А вот такой вот интересный расклад. Потому что там у него известны и другие нужные в общем способности. Так, и все-таки до того, как мы отнимем у него нужную часть жизни, то тащу у него уже этот эликсир. Потому что непорядок. Так, есть контур-атака, значит, мы сразу делаем включение. По сути, видите, сейчас дамажит Ридия, Сессил впитывает урон. Ну, Ким не помогает. Но во второй, хватит надо так, знаете, все делать, чтобы дамажили все. Иначе мы можем просто не успеть его добить. Пока он не накастовал божий суп много раз. А во второй фазе, опять же, когда у него остается мало жизни, он контратакует атакой Объект 199, и она 9000G-199 наносит и сразу выносит персонажа вам на одного только раз. Но все равно это очень больно и жестко. Наконец-то мегаэликсир украден. Так, прыжок. Так, теоретически можно сделать еще мерцание на всех. Хотя практически толку от этого будет немного. Больно. Давайте косами сейчас себя полечим эликсиром. Так, вполне возможно, что он сейчас начнет... Ох-ох-ох, нету... Нету маны у Ридии. Что он начнет делать, боже сук? Нет, еще. Яй-яй-яй. Опять опасно, если сейчас произойдет на свет контратак, а сэссел ляжет и подметит. Не надо контратаковать, пожалуйста, не надо. Вот, спасибо. Люблю, когда он слушается. Так, эликсир. Сэссилу выдать срочно. Я думаю, что можно переходить к тому, что мы делаем берсерк на сэссилу. Он тоже должен подключаться к атакам. О, наверное, отстрел не вводит. Ребят, контратака сейчас... Если будет троих положить, то у нас на сэссиле берсерк. В общем, все напряженно. Нет контратаки. Так, рандом нас пока милует. Все, он начал лечиться. Это значит, что мы отняли у него ту часть жизни, когда он начинает делать свои зверские атаки божьего суда. Готовимся. Готовимся. Вот она мощная контратака сейчас ляжет сэссилу. Сейчас ляжет сэссилу. И сейчас ляжет в эдж, но он должен сделать феникса. Чем самым поднять сэссила на фулда. Нет, почему он его не делает, непонятно. Почему не срабатывает феникс? Парадокс. Сэссилу. Какой у меня волнение. Сейчас сердце от груди выпрыгнет Но то, что феникс не сработал Это возмутительно Хорошо, успеваем сделать эликсир Это очень хорошо Так, он лечится Мы снова делаем 2-40 насесила Ридия даже не вызывает с дуалкастом его исцеления иногда У Ридии маны нету Фиаско Я не уследил Это просто фиаско Так Сейчас мы знаете, что сделаем? Ладно, мы сделаем Хотя, наверное, нет, не надо Надо прадить пока мега эликсир А вот теперь, когда встанет Сесил, надо делать эликсир в то самое время И может быть Отличное исцеление Мне сейчас очень везет, друзья, что он мне делает Это Джаггермен Дэй И как там он называется Ах, не успел упрыгать он Вот, вот, ребята, это способность Как урона Вот как можно вообще жить после такого Фух В общем, то, что он и сделал Еще раз Два раза подряд Но это Это просто ад Ты сделаешь Феникса? Что они все делают, Феникса? Люди несчастные Сто жизней Так, ну тут остается только Надеяться на чудо Если это возможно Ну, Кейн Да 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 Все Если бы еще один раунд, ребята Это был бы конец У меня же руки дрожат Сколько опыта тут Кейну за всех Ой Ой, нужно сделать скриншот Фух Один раунд Он сейчас Кейн бы уже ничего не сделал Даже если бы начал кого-то воскрешать Было бы Ну, у кого-то там 20 жизней, допустим, да? И он делает божий суд И Кейн с ним ложится Ох В общем, Кейн вытащил это все дело Давно игры не заставляли меня Доходить до дрожи в руках Фейнл Фэнтези может Итак, победа Я теперь, я знаю свой путь Да, теперь я знаю свой путь В том, что я пойду проходить Следующий Фейнл Фэнтези Ну, давайте Всех воскресим Фу Мы можем, кстати, еще раз с ним подсражаться Потому что есть еще одна Материя темная Но Перерыв Так, где у нас дом? Ох И теперь Несколько Деталей Покажу вам Какое количество драконов пришлось Перебить Чтобы эти яблоки нафармить Ну, во-первых У нас полный бестиарий Я сделаю по нему отдельное видео Сто процентов завершено Протовавилон Вот он Количество жизни не написано Но я знаю, что в ремейке И в оригинальной версии Оно, по-моему, отличается Ох Какой же Непередаваемый кайф Просто Ой Так Желтых драконов Из них я тоже яблоки Добывал 453 Вынесли Так А зеленый у нас, наверное, повыше, да? 875 Как вам? Это Если взять только этих двух драконов Это уже больше тысячи боев Но И не только из них я фармил Эти яблоки В общем, вы понимаете сами Что шанс выпадения Крайне мал Надо обязательно ставить кейну Кладоискатель Без него вообще даже не стоит браться Так Ну а теперь Перед тем, как уже Поставить точку В нашем стопроцентном прохождении Осталось еще Кое-что У вас Спросить И показать Один нюанс Нам нужно отправиться на землю Оказывается Но об этом я уже узнал Намного позже Проходя игру Первый и второй раз Аугументы нужно расставлять Таким образом Там есть специальный гайд По изучению аугументов Кому какой Чтобы к концу игры У всех героев Было по 99 Очков Характеристик Я этот гайд Прикреплю в описании Посмотрите Очень интересно Ну Я когда уже третий раз проходил Учил эти аугументы И можно Посмотреть Что у меня получилось Вот У Кейна Два навыка Не навыка Характеристики По 99 У Эджа Получается Тоже две характеристики У Розы Три У Сессила Две И у Ридии Три А если следовать тому гайду Можно все Довести до 99 И это прям круто Это максимальный Здесь показатель Так И Теперь летим В Барон Здесь все начиналось Отсюда Сесил с Кейном Выступил Эх Ребята Может быть Стоит Пойти И пересмотреть Эту историю Это Чудесная И добрая Сказка Навсегда Опять же Останется В сердце Так Вот тут Можно выйти За стены города Сейчас Уже здесь Ничего нет Но вообще Здесь есть Два Перафеникса Их можно В самом начале Игры взять Одно Вот Где-то здесь В кустах Лежит Вот тут А второе Тоже Если двигаться Вдоль стены Может быть Вот здесь В общем Обыщите Эту область Здесь есть Два Перафеникса Я их не показал В прохождении Но Очень важно Это вам знать Поэтому Рассказываю Об этом Это первый момент Так Дальше Идем с вами Дальше Тоже Тоже Уже Не помню Может быть В части С Герионом Я это Показывал Но Лишним Не будет Повторить Здесь Тоже У нас Есть Секретная Область Вот Сундуки Но Это еще Не все Ребята Тут Можно Спуститься И взять Вот эти Сундуки Тоже Обращайте Внимание Не забывайте Собирайте Так Тут Все Взято Уже Ну И у меня Остались Все-таки Некоторые Вопросы Которые Я Оставлю Вам Может быть Кто-то Из вас Когда-нибудь Спустя Еще Лет Десять Узнает Какие-то Секреты Связанные С этим Первый Это О предметах Похотливый Лалихо И Сутра Ниндзя Это Журналы Эротического Содержания Я не нашел Применением В игре Их можно Использовать На персонажа Я пробовал Это делать В бою Я пробовал Это делать На противника Даже Протобабил Удавал Посмотреть Но не думаю Что ему Это интересно Но все-таки Мало ли Вот Ему наверное Нужны какие-то Механические Эротические Журналы Суть в том Что я не нашел Ребят Применения Этим Двум предметам Может быть Их И нету Но Опять-таки Утверждать точно Зная Финал Фэнтези Ничего не хочется Кто-то Может быть Что-то С этими предметами Обнаружит Пожалуйста Пишите Второй момент Это Неминг Вей Есть такой персонаж С ним Есть квест Потом он дает Аугумент На первом прохождении Когда мы все Выполняем Он встречался Мне еще На втором И на третьем Прохождении Один раз Он стоял На месте Где был босс Мама Бомба Второй раз Я нашел его Где же я его Нашел По-моему В лесу Чокобо Около Фабула Тоже он там был И он говорит Сесил Я продолжу путешествие И уходит Может быть Его нужно найти Там на втором На третьем На четвертом На пятом Прохождении И еще что-то Будет Я не знаю Вот Тоже этот вопрос Оставляю вам Но это очень интересно Я сейчас конечно Пойду еще третий раз Завершу игру Убью Зеромуса Если что-то Откроется После этого То дополнительную часть Об этом сделаю Ну и еще один момент Который Следует вам рассказать Вы сможете Сами его посмотреть Если пойти В подземный водовод Не взяв Ридию В самом начале игры То там В нем встретится Телло И скажет Вы что с ума сошли Тут так опасно Нельзя идти дальше Ну и отправит вас Назад Чтобы Ридию К партии Гарантированно Вы присоединили Все друзья Сегодня мы с вами Добавили Final Fantasy 4 В коллекцию Пройденных на 100% Финалок Да Большой разрыв Такой был Между 75 и 76 Частью Я не знаю Там по времени Может полгода Но столько потребовалось Чтобы подготовиться К битве С Протобабелом Она у нас Получилась эпичная Вот этот последний удар Кейна Я запомню его Когда я Его победил сам У меня такого Эпичного конца Не было Ух Еще Еще адреналин В крови Спасибо что смотрели Если не видели Это прохождение Целиком То обязательно Посмотрите И другие Final Fantasy Я обязательно сделаю Их все для вас На 100% Ну и если вам Понравилась эта битва Это прохождение Final Fantasy 4 Вы знаете Что лучший способ Выразить благодарность Это внести донат Все друзья Реквизиты в описании Спасибо еще раз За просмотр Final Fantasy Всегда с нами Ну а я с вами Для того чтобы Проходить ее для вас На 100% Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok